привет ия дрибуарно ван тушечек вышел нового видася называется короче говоря идеальный день давайте его посмотрим думаю будет интересно как обычно поехали короче говоря и на самом деле идеальный день не существует идеальный день нету кажется это был вечер воскресенье оставалось совсем немного времени чтобы насладиться этим выходным днем ровно в полночь прекрасное воскресенье Вы видели, что там происходит на этом системном блоке? А, там телек, а я думал, там кто-то танцует. Чтобы насладиться этим выходным днём. Ровно в полночь прекрасное воскресенье превратится в нечто ужасное. В тыкву. Поэтому пора срочно выбрать кино для вечернего просмотра. В списке фильмов были идеальные выходные, идеальные каникулы. По-моему, это уже не актуально. Идеальные выходные, два выходные в каникулы. Чё, серьёзно, это так и называется? Какая-то херня. А чё, она какая-то пустая, почти салонка. Это было хорошо. Ты откуда здесь взялся? А весом. Всё, заснул. Замечательно, да? Блин, повезло, я хочу себя чувствовать офигенно. Хотя бы раз по утрам. Никогда такого не было за последние 14 лет. В часах только 7 утра. Давненько я так идеально не просыпался. Мне даже были силы на небольшую зарядку. Этому я 500 раз присел и 300 раз сжался. Да ты чё, Эрик Давидович, что ли? Пока отжимался, увидел под диваном давно потерянную любимую зубочистку для ушей. Вот так повезло. Зубочистка для ушей. Это у него, я так понимаю, в ушах есть зубы. Блин, палец туда не клади. А то не делайте ему мокрого Вилли. Откусит. Воспользовался ей, пока умывался. Как же пока всё идеально складывается. Я пошёл завтракать. За пару минут сварганил себе завтрак из того, что было. А именно бутерброд с хлебом, вода с сахаром. Наверное вкусно. Да, мне стоило бы закупиться продуктами. Но это не так, просто у тебя совсем нет денег. Ладно, приступим к трапезе. Я откусил... Но если у тебя доброе утро такое восхитительное, то пофигу вообще то, что у тебя тут дома есть покушать, и пофигу то, что нет денег. Замечательно, типа настроение на радусе этого. Бутерброд, это было вкуснецки вкусно. Лапула воды, идеально сочный вкус напитка с приятным... Сочный, потому что это ван, да, наверное? И самый главный бонус, это два косаря, которые оказались внутри бутерброда. Как откуда? Теперь в магазине закупиться можно. Вдруг раздался звонок на телефон. Это был мой начальник. Он сказал, что сегодня я могу не приходить на работу. У тебя повезло. А зарплату всё равно буду платить, да? Так что он заранее скинул мне премию как лучшему работнику месяца. Я обрадовался. Как же идеально. Но самое идеальное... Так деньги у тебя всё равно и так уже были, поэтому что радоваться им ещё раз? Ну хотя да, деньги лишними не бывают. Начальник появился и денег заплатил, слушай, шикарно. Это ютуб позвонил что-либо? За такой короткий промежуток времени это всё немного подозрительно. Наверняка это какой-то идеальный сон, и прямо сейчас зазвенит будильник, и я проснусь. Наверное. Не повезло. Да господи, что ж так не везёт? Я так и знал. Ведь такого идеального места просто не может быть. Обычно по утрам я чувствую себя паршиво и еле открываю глаза. Но почему... Это что, сон во сне что ли опять? Сегодня я идеально выспался. Да ещё и сон мне приснился идеально, я идеально сделал зарядку, идеально позавтракал, в этот раз никакой начальник мне не позвонил, и двухтысячни дали. Мы позвонили в дверь, это был сосед, он сказал, что ему подарили новенький айфон, но он оказался чёрного цвета, но сосед не очень любит чёрный цвет, поэтому предложил обменять свой новый телефон на моё старьё, но другого цвета. Я не раздумывая согласился. А я тоже соглашусь, заберите, пожалуйста, а, блин, у меня, а, у меня он синий, заберите, дайте мне айфон. Вид сосед в придачу к айфону подарил мне ещё и масло, я прошёл в комнату, включил и настроил свой новый телефон, мне туча написала девушка, которая мне нравится, я написывал ей каждый день, и она игнорила мои сообщения. Жиза, жиза то, что игнорила. Ты чё мне не написал, я уже так привыкла, да? Теперь она осознала, что не может без меня жить, и пригласила на свидание. Надо так попробовать, слушай, просто первую встречу, знаете, постоянно писать, она такая, в конец, блин, я привыкла, Ну ты чё не пишешь-то? Нифига себе, ты чё это такой, телефон? Согласен полностью. Это, наверное, опять сон. Чё-то как-то вообще нереально. Жиза. Лайк. Мой телефон разрывался от сообщений от девушек. Я вырубил его. Надо бы отвлечься. Решил сыграть в доту, чтобы этот день... О! За доту респект, я бы ещё один лайк поставил, а не могу. Точно перестал быть идеальным. Ведь я не умею в неё играть. Ахахахахахахахахахахахахахаха. Ну всё равно респект. Это было неожиданно. Но спустя час игры я разносил всех в пух. Фига себе, кто это там за него, интересно, сыграл? Как такое возможно? Я же нажимаю на рандомные кнопки и вообще не понимаю, что тут происходит. Ребята, против которых я играл, оказались известными киберспортсменами и пригласили в свою команду, чтобы... Уже, а что-то как-то быстро. Подоказать серьезность своих намерений, скинули первый гонорар. Я включил телефон, чтобы проверить баланс. Начисление суммы на 1 миллион. Да нет, гонорар слишком большой для киберспорта. Ну хватит, не бывает таких идеальных дней. Я отключился у себя в квартире, и меня пытается привести в чувство тот самый врач. Значит, пора. Так это сон во сне, да? Ой, блин. Я проснулся на своей кровати. Чувствовал себя отлично. Какого хрена? Опять что ли? Я уже завидую, третий раз начинаю. У такого врача поблизости не было. Вдруг я... И он, ему просто надоело сидеть, поэтому он такой... А, хрен с ним, сам проснется, пока. Слук разбитого фарфора. Ага, значит, врач на кухне. Я забежал на кухню. Но там стоял Рома. На полу лежал разбитый горшок. Я спросил, где врач. Рома сказал, что здесь кого-то никого нет. Врача, врача, позовите врача. Почему я вспомнил про этот фигур? Рома достал какой-то конверт и вручил его мне. Там было полно денег. Я спросил, что это значит. Серег, я долго думал и понял, что я постоянно тебя бешу, и ты нередко от меня страдаешь. Поэтому я решил выплатить весь моральный ущерб, который... Какого хрена? Блин, почему мне люди, которые меня бесят, не выплачивают мне моральный ущерб? Я нанес тебе за все это время. А, кстати, вот тебе еще за разбитый горшок. Че? Это че, он золотой, что ли? Какого хрена так дорого? Короче говоря, идеальный день. Ставь лайк и подписывайся на канал. Блин, вы скидите. Нам, чтобы сделать наш и твой день идеальным, а также... Офигенный ролик получился. Я прям по душе поржал вантузчиком. Огромное спасибо за контентища. Очень классно. Если вам понравилась реакция, лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прожимать бубенчики. Все интересующие ссылочки в описании. С вами, как всегда, был Реборн. Спасибо за просмотр. Пока.